Конечно, если мы хотим заниматься этим как бизнесом, это отдельная тема, здесь вам каждый член малого совета может быть очень полезным, и в принципе все компаньоны, но если вы хотите реально освоить азы взаимодействия со своим собственным телом, это, я считаю, основа нашей системы, то это, конечно, наши врачи. Слово «наши» подключу. И сегодня особый случай. Мне очень приятно представить человека, который будет вести этот брифинг. Готовьте, кстати, вопросы, потому что ответы очень качественные. Я вам сейчас скажу, почему. Это не просто преподаватель медицинского университета, это специалист, который знает, как отслеживать причинно-следственные связи, болезни. Обратите внимание также на то, что это кандидат медицинских наук с темой, тема, внимание, тема диссертации. Я, наверное, лучше прочту ее. Потому что, ну, чтобы было, что называется, с первых рук. Диссертация «Водно-солевой обмен и практика с результатами». Ребята, вам это не напоминает тему нашу сегодняшнюю? От того, как мы владеем этой темой, в принципе, зависит все остальное, бизнес в том числе. Много еще могу тут рассказать, прочитать. Ну, не знаю, вот патофизиолог, мне кажется, это тоже один из акцентов, который я хочу сделать. Потому что причинно-следственные связи – это и есть тот самый миг между прошлым и будущим, который называется жизнь. В общем, не буду тратить время с особым удовольствием. Представляю, как бы, Александр Николаевич Слученко. Пожалуйста, Александр. Благодарю, Михаил. Огромное спасибо за представление. Очень приятно. И тем более приятно, что меня представлял человек, которого я давно знаю, очень искренне радуюсь, когда мы общаемся и много лет дружим. Поэтому мы друг друга знаем не на слышке, а уже из многолетнего многолетней дружбы. Да, действительно, тема сегодняшняя самая насущная. Прежде чем ответить на ваши вопросы, потому что формат ответа на вопросы ваших участников нашей сегодняшней открытой встречи, я хочу подчеркнуть очень важные моменты воды. Прежде всего, для всех живых существ вода является источником жизни. Нет воды – нет жизни. Это раз. Значит, вода имеет стратегическое значение не просто для здоровья, а для жизни. Там, где нет воды, там нет жизни. Второй момент. Наш организм на 90% состоит из воды. То есть 90% многих вопросов по здоровью решается. И особенно важно начинать с воды. Потому что все биохимические реакции, все клеточные механизмы работают на воде. Я не говорю уже о том, что все функции каждого органа завязаны на воде. Нет воды – снижается функция, развивается заплевание. По воде могу привести очень простой образ. Потому что моя цель – донести вам просто. Не с целью зрения ученого, доктора, преподавателя медуниверситета, а со стороны обычного человека. Как это выглядит? Качественная вода имеет полезные свойства. Физико-химические, энергоинформационные и химико-биологическую частоту. Эти все свойства можно сравнить с зубчиками на ключе. То есть, допустим, ключ имеет зубцы. И каждый зубец имеет форму, размер, расположение. Если в ключе нет какого-то зубца или зубец не такого свойства, как форма или размера, то дверь не откроется. Наш организм – это дверь для воды полезной, которая несет оздоровительную пользу. И если мы пьем воду, в которой есть все свойства, как в ключе, то она открывает нашу дверцу, именно наши все клеточки, заходит и выполняет все полезные свойства. Если у воды нет этих полезных свойств, которых я говорил, группы свойств, то она как калечный ключ не сможет открыть, то есть не биодоступна, не заходит и не выполняет все свои оздоровительные функции. Это первое. Второй момент, очень важный для тех, кто сегодня впервые меня слышит и видит. Если человек пьет воду без каких-то свойств, неважно, одного свойства, два, три, то тело организма становится фильтром для этой воды. В каком смысле? То есть если вода не имеет энергию, которая несет жизнь, то тело человека отдает энергию жизни этой воде, которая попала вовнутрь. Второй момент. Если вода не имеет минералов, то из костей, из суставов вымываются все минералы, чтобы эту воду минерализировать. Так этот список можно продолжать. То есть сам человек, если не знает этой информации, он служит как бы приложением, очищением, дополнением к той воде, которую он пьет неведомо и не зная, что происходит с организмом. И еще про воду могу сказать, что функции всех органов зависят от воды. В том плане, что здоровье, и тайкосная система, и мышечная, и пищеварительная, и дыхательная, и нервная, и сосудистая. То есть особенно связаны жидкостные структуры, кровь, лимфа, межклеточная жидкость. Дефицит воды вызывает глобальный дисбаланс. То есть организм начинает катастрофически подтягивать все свои резервы. И человек может прожить без воды 2-3 дня. Он практически умирает. Поэтому роль воды имеет такое колоссальное значение. И тысячи заболеваний связано с вопросами воды. Либо количества, либо качества. Современное человечество пьет обычно не воду, а напитки. Заблуждение в том, что напитки считают водой. Суп, борщ, сок, чай, кофе и другие. Это ошибочно. Наш организм воспринимает только воду. Чистую, с полезными свойствами. Если это жидкость напиток, то это жидкая еда. Когда организм тратит энергию, чтобы воду в одну сторону отделить, питательные вещества в другую, уходит процесс, то есть недополучает воду. И первый шаг в любых оздоровительных практиках – это нужно начинать с воды. Воду ничего не заменит. Ни медитация, ни физические нагрузки, ни правильное питание, ни сон. То есть вода является отдельным разделом части здорового образа жизни. И наш марафон посвящен комплексному подходу. Мы его начали именно с воды. Потому что если этот элемент убрать, все остальные не сработают. Либо будет нулевой результат, либо низкий. Я надеюсь, что для всех стало понятно, насколько вода имеет такую ключевую роль. Сейчас я только сделаю. У нас уже есть вопросы из чата. Да, да, сейчас. По щелочную воду. Насколько ли полезно понимать, что можно ли ее пить каждый день, сколько времени. Я, например, пью ее лет 20 уже, наверное. И считаю, что это главная причина, почему я в 63 года, мне в 63 выгляжу на свои намного меньше. Можно, мнение профессионала, Александр, можно ли пить щелочную воду постоянно? Да, можно пить щелочную воду. Единственное, чтобы обратить внимание на качество. Смотрите, щелочную воду природного происхождения, которая содержит органические минералы. Не органику, а органику. Потому что неорганические будут откладываться на стенках сосудов, почках. То есть это песок, камни, сердце. То есть оно жесткое будет делать твердым и органы, и все другие ткани. Поэтому органическую щелочную, да, но неорганику категорически нельзя, потому что ведет к отклонениям, к заболеваниям организма. Можно ли понимать так, что органическая, как раз и все соответствующие термины, относятся непосредственно к нашей воде, которая у нас, например, коралл. Коралл создан природой. Это чистая органика, люди его нашли. Тем более, книга рекордов Гиннеса нашла самую высокую плотность долгожителей, которая лидирует уже много, каждые пять лет обновляется информация, много десятилетий. Именно они на этом острове Окинава, архипеллах Окинава, откуда добывается с акватории вот этот наш коралл Санго, измельченный, очищенный по сберегающим технологиям. То есть вот в Японии. Спасибо. Есть вопрос еще по связкам, по аппарату опорно-двигательному. Я думаю, тоже мнение профессионала будет очень важно. Да, пожалуйста. Включены микрофоны, так что... Да, ребят, включайте микрофоны, пожалуйста, задавайте вопросы. Есть возможность вживую пообщаться. Покажилия, связки. Вот сейчас вопрос я вижу в чате об этом. Пока люди. Хорошо. Вопрос в чем сухожилия, связки? К чему вопрос? Я читаю, как есть. Расскажите о связочном аппарате организма и сухожилия, и как они связаны с водой. Спасибо за ответ. Ну вот как-то так. Красно. Ну в первую очередь связано с кровотоком, с микроциркуляцией. Если очень плохой кровоток, то связки сухожилия высыхают, становятся твердыми, хрупкими, трескаются, быстро разрываются. Это самое главное, потому что через кровь идут все питательные вещества, выносятся токсины. Если кровоток, микроциркуляция плохая из-за дефицита воды, либо если это некачественная вода, то она в кровь не поступает. Это вода, то идут проблемы не только со связками, со всеми органами. Ну и второй момент. Все биохимические реакции, которые происходят в связках и сухожилиях, связаны с водой. Нет воды, не идет этот процесс, они не регенерируют, не выполняют все свои функции. Это самое главное, что вы должны запомнить. Связки вот с этим связаны. Лучше напрямую. Кстати говоря, вот результат по воде, огромное количество результатов у меня в практике и у людей по всему миру. Кстати, миллионы людей во всем мире уже больше 30, около 30 лет пьют воду, вот эту органическую, природную, да, с фильтром, мини-фильтром Coral Mine в США. И результатов миллионы, по многим странам. В моем случае быстрее идет восстановление связок, и если человек пьет на постоянной основе, у него связки не стареют, не высыхают. Старость – это сухость. И эта вода поддерживает вот этот вот оптимальный водный баланс, оптимальное содержание воды в связках, и связки всегда и все. Хорошие вопросы, спасибо, Александр. Здесь вопрос есть, не все ли равно, можно ли пить воду с содой. Это вопрос, который в самом начале меня очень интересовал, мнение профессионалов. Да, вопрос набрал большой рейтинг в интернет-сетях и вообще у людей. Отвечаю, сода – неорганическое вещество. Помните, я говорил, все, что неорганика, оно как в нашем теле, как в мусорном баке откладывается, несет вред. Это первое. То есть все равно организм реагирует на это негативно. Второй момент – сода растворяет жиры. Вы знаете, что посуду можно помыть грязные какие-то, жирные. И в организме, если сода попадает, наши клеточки состоят из жиров. Жировая белковая мембрана. То есть идет растворение мембран клеток. Если это в желудочно-кишечном тракте, то это приводит к истончению слизистой оболочки. И получается, возникают гастриты и язвы. Ну, диагнозы не буду называть, потому что есть причина-следственная связь. Есть причина, а диагнозы – это следствие. То есть разные колиты и так далее. А для мозга, для нервной системы это враг номер один – сода. Потому что мозг в основном состоит из жира. Он похож на сливочное масло. Но вот если так сравнить, то есть 80% жира. Сухого вещества и содом полностью размыливает, растворяет. Это болезни, потеря памяти Альцгеймера, Паркинсона. То есть список это можно продолжать. Это опасно. Очень опасно. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Ну, очень полезно. Спасибо. Мне тоже это интересно. Помечаю я себе. Ребята, я думаю, будет что пометить с этой встречи. Вижу еще вопрос по ветостику. Есть какие-то рекомендации по использованию ветостика? Ветостик – это полый железный кулон разной формы, который содержит самые лучшие природные целебные источники. По-моему, 7. И он, получается, когда соприкасается или с телом, или с жидкостью, или с чем-то, он передает вот эту вибрацию. То есть вода обладает свойствами, она передает свою информацию на расстояние. Особенно, когда соприкасается. Провели такой эксперимент, расскажу вам. Очень впечатляет. Просто вот навсегда запомнится. Взяли два стакана. В одном обычная вода, а в другой высыпали капсулу H-500. H-500 – это самый мощный антиоксидант. В его составе органические щелочные минералы с водородом отрицательно заряжены. То есть по свойствам антиоксиданта он обладает самым высоким зарядом и природной щелочностью. И вот эти стаканы не соприкасались. Они были на расстоянии на столе. Но обладая вот этой информацией и силой вот этих всех свойств, стакан с H-500 начал передавать через пространство информацию обычной воде. И у нее стали улучшаться свойства. То есть заряд начал идти в минус. И другие показатели. Это научно доказано. Люди – это ходячие стаканы с водой. Ну, если так грубо сказать, то есть мы в основном на 70, но если взять сухие, то есть твердые ткани, кости, сухожилия, то на 90% из воды. Если вы соприкасаетесь с людьми, у которых внутри информация не очень, да, негативная, так скажем, то она тоже через это проходит. Но если у вас сверхресурсное и ресурсное состояние, то ваша волна переходит этому человеку, и ему становится лучше. Почему на всех наших мероприятиях, событиях, школах, люди, которые неважно себя чувствовали, им начинает становиться легче даже на расстоянии, потому что все передается через пространство. Поэтому VitaStyk так работает. – Именно больше как информационная структура. – Верно, верно. – Я знаком с разработчиком VitaStyk, и, знаете, для меня было очень интересно в свое время узнать, в чем, собственно, секрет. Потому что таких источников природных достаточно в мире. Как сохранить эти качества? Потому что, вы же понимаете, та же вода пишет информацию, любую, в принципе. И вот одна из основных ноу-хау заключается в том, что вот этот сосуд металлический, он является односторонним изолятором. То есть изнутри он отстает свои свойства, а снаружи и вовнутрь не принимает. И я очень был удивлен, когда вот они только появились, у нас появилась там целая группа большая людей в клубе, которые снимали зубную боль, снимали там головную боль, и просто с помощью этого VitaStyk отдельная большая тема. Ну, я бы на этом не циклился сейчас, потому что, знаете, вот сейчас такие дни волшебные, да? Вода две ночи подряд, вода из кранов даже текла необыкновенного качества. И основной принцип гомеопатии, да? То есть кладешь малый объем, вот наливаешь, допустим, 20 грамм этой воды. – Сонная медицина называется гомеопатия. – Да, да. Добавляешь пятилитровую канистру, и через какое-то время как бы эта вода вся имеет такие свойства. Это вот в церквах это делают обычно, в такие праздники, как вот только что прошли. Очень интересная тема. – Два слова дополню. Ученые изучали все свойства воды, есть много фильмов посвященных этому. Обратитесь к тем людям, которые вас пригласили, могут с вами поделиться. Смысл в чем, что информационные свойства воды идут на первом месте, чем химические. И вот проводили эксперимент японцы, вот я помню, поливали растения именно водой, структурированной, с хорошей памятью. Не столько на минералы, на другие, да, физико-химические, а именно на память воды. И эти растения росли быстрее, плодоносили и были лучше плоды, чем те, которые обычной водой с физико-химическими свойствами. Это доказано. – Уровень чудес. Ну, я тоже когда-то видел, у нас работал институт псифеноминов когда-то в городе. Я познакомился с его директором, и он мне показал два растения. Одно растение вот такой водой информационно обработанной поливалось, а другое обычной. И вот они вместе были посажены, и этот фикус, высота потолка там 5,20 в этом помещении. Смотрите, поднялось растение на 5,20 и завернулось еще вниз. Вот вам как бы тема наша сегодняшняя. Давайте опустимся немножко на землю. Тут про запоры. На программе Детокс Плюс у человека запоры. Я улыбаюсь, но на самом деле, насколько я знаю, эта проблема непростая. Можно? – Да, верно. Ну, прежде всего, вся пищеварительная система, она имеет форму трубки. Начинается ротовым отверстием, идет потом лодка, желудок, пищевод, тонкий кишечник, толстый, ну, и есть печень и поджелудочные органы, железы. И она работает только на воде. Если идет дефицит, то, смотрите, слизистая желудка, кишечника должны быть увлажнены водой. То есть вода подготавливает к пищеварению. Если человек не пьет воду или нет достаточного количества воды, слизистая высыхает, ферменты, которые выделяются поджелудочные, не срабатывают, то есть они даже не могут расщепить эту пищу. Желудка густая, она активизирует ферменты поджелудочные. То есть все блокируется, простым языком, и идет вот эти пищевые массы, высохшие, они должны тоже водой раствориться, потому что все идет в воде. Ферментация, разжижение, растворение, переваривание, пристельночное пищеварение. Если нет воды, грубо говоря, все тормозится, идут запоры. Поэтому первый шаг – это начать пить воду лучше с полезными свойствами, если на крайнем случае какая есть, но лучше с полезными. Потому что именно вода, обладающая вот этими природными свойствами, всеми физико-химическими, энергоинформационными, она как детокс, она еще стимулирует кишечник, она помогает и тонкому, и толстому, и поджелудочной, и печени отлично сработать, поэтому запоров не будет. И даже на нашей воде, Scoral Mind, мы ее называем уже наша вода, потому что много лет пьем, очень хорошие результаты, просто великолепные, потому что идет нормализация здоровой физиологии всего желудочно-кишечного тракта. Супер, очень полная, считаю, у нас много вопросов, группу никто не хочет поднимать, насколько я вижу, все пишут, ну тоже нормально. Сейчас вопрос, который меня очень беспокоил с самого начала. Дело в том, что я когда пришел в клуб, у меня была язва на степерстной кишке, ну чисто такая натуральная болезнь настоящих предпринимателей. И когда она у меня полностью просто исчезла и рассосалась, до этого беспокоила 8 лет. Я естественно начал об этом рассказывать, и вот вопрос формулируется таким образом, что в чате много рекомендаций, что-то там не так, как бы перепей, там то-то, то-то, это пройдет. И это напоминает лечение. Вот как это обойти? Потому что, ну, если ты не врач, то, на мой взгляд, ну, некорректно, наверное, мягко будет сказано, не заходи сюда вообще, как бы, даже не все врачи ходят в лечение. Александр, как правильно подскажите, пожалуйста, вот с этим вопросом быть? Ну, дело в том, что наш организм имеет механизм самовосстановление, самоизлечение, есть генетическая программа. И если внутри создать условия, организм начинает, ну, самоисцеляться. Это в прямом смысле слова. Для того, чтобы знать, что дать организму, чтобы это все настроить, не нужно быть врачом. Начать пить воду, сделать детокс, очистить от паразитов, дать необходимые все питательные вещества. Понимаете, дети справляются со смартфоном, с компьютером, еще только вот руками начали двигаться. Если дети в технике разбираются, то любой простой человек может освоить пошаговую систему оздоровления, концепцию здоровья. Для этого есть все продукты высочайшего качества, которые идут к результату. Это уже доказано, передоказано и научно, и сертифицировано. Миллионы результатов. Просто освоите вот эту простую пошаговую систему, и уйдут все диагнозы. Все диагнозы связаны с основными причинами. Их четыре. Это обезвоживание, это интоксикация, грязь в организме, это паразиты разных видов, это истощение, то есть нехватка минералов, витаминов, жиров. И чтобы это все не рухнуло, защищать себя от стрессов, от агрессии, вирусов, от окружающей среды. Это делается пошагово. И в вашем случае, Михаил, это основное было, я так понимаю, H500, который сыграл ключевую роль, чтобы язва, ну, регенерация пошла. Расшифрую, что это самый мощный, природная вода по заряду, минусовой, самой большой, по щелочности. Паразиты не выносят, они уходят из организма, покидают. Для нас это здоровье, чистое долголетие, энергии, все параметры. А для них это невыносимые условия. И второе, благодаря этой воде создались условия для собственных клеток слизистой оболочки, чтобы они регенерировали. Если взять вот такой, только вот этот момент. Мне очень нравится наш клуб, то, что можно системно и комплексно решить все вопросы. И вот мой опыт, 20 с лишним летний, показывает, что болезни уходят точно так же в такой последовательности, как и приходили. Я помню переломы, травмы из детства. И вот знаете, когда я начал заниматься системным здоровьем, что я заметил? Вдруг ни с того, ни с сего начала болеть нога, которая там у меня 30 лет назад была несколько раз повреждена в одном месте. Поболела и перестала. Ну, в общем, первое, это то, что комплексный подход решает изнутри комплексно, системно. И второе, то, что у нас, слава богу, есть такие врачи, как Александр Николаевич, которые, знаете, если вы уж столкнулись, кто-то из близких вам людей реально чем-то болеет, нужны какие-то срочные рекомендации, у нас очень много специалистов, и этим заниматься нужно специалистам. Мы не лечим, мы даем возможность восстановить. Александр, поправляйте меня, если там как-то надо корректировать. Я согласен, я полностью согласен. Вопросы по варикозам. Очень много такая тема, они все разговаривают. Можно несколько слов? Да, можно. Влияет вообще? Все, что ниже пояса у нас, ниже печени, так скажем, все сосуды связаны, причина в печени, то есть густая желчь, паразиты, плохая фильтрация венозной крови, то есть печень это фильтр огромный с правой стороны, если она не в порядке, она блокирует отток крови, кровь поднимается по нижним конечностям в органы малого таза снизу вверх, то есть преодолевая силу гравитации. Если печень ослабленная, блокированная по каким-то причинам, она еще тормозит вот этот ток, и оно все разбухает, набухает, проявляется и сетки, и варикозы, и другое. Поэтому первое, что нужно очищать и восстановить печень. Это краткий ответ. Спасибо. Полезно, ценно. И еще есть, я вижу, вопросы по Ocean Min. Такая тема достаточно интересная, потому что у нас раньше была только вода, да, коралловая, и появилось за последние несколько лет очень много продуктов, которые непосредственно влияют на воду и, соответственно, через воду на нас. Про Ocean Min что можно сказать? Здесь спрашивают, какая температура, как лучше пользоваться, практически успевают. Ocean Min содержит где-то 45% органического магния. Магний это минерал жизни, как и кальций, как и калий, и он практически все процессы регулирует. Обмен энергетических процессов, функцию мозга, памяти, энергии, сердца, сосудов, чистит печень и очень полезно для кишечника. Плюс он щелочной минерал, он поддерживает самую главную константу здоровья кислотно-щелочной аэронисии. В принципе, все наши комплексные подходы призваны вот эту кислотно-щелочной баланс сделать в норме, потому что если он идет в закисление, развиваются все болезни и все ухудшается. И вот именно Ocean Min является самой биодоступной формой магния. Там еще в микродозах разные микроэлементы, которые работают в турбо-режиме. То есть улучшает весь организм, дает энергетику. Как его пить? Он для начинающих это где-то на литр или на 750. Смотрите, кто не пьет воду, мало пьет воды, но лучше начинать постепенно, потому что он имеет детокс-эффект Ocean Min, потому что это магний, щелочной минерал. И если откроются все дренажи, нужно, чтобы почки, печень справлялись, фильтровали, очищали и выделяли это все. Если неподготовленный организм, сухой, так скажем, то не справляться будет и будет какое-то недомогание. Не суть важна. Суть в том, что нужно постепенно, то есть не надо начинать бежать марафон сразу 42 километра. Нужно подготовиться. Так вот к здоровью мы готовимся пошагово, постепенно. Кто не пил воду с одного двух стаканов, кто пил чуть больше, кто про Ocean Min я тоже рекомендую постепенно, потому что это мощная вода, вода океанская, то есть она имеет силу океана, поэтому организм лучше подготовить, допустим, начать с Coral Mine. Это мягкая, комфортная вода, которая уже подготовит и почки, и печень, и лимфу, и выделительные органы, поэтому Ocean Min рекомендуется. Эта вода Ocean Min хорошо укрепляет нервную систему, кстати говоря, ее самое мощное свойство антистресс-защита, расслабление, гармония, то есть придавание сил, поэтому у кого есть в наше непростое время нервные перегрузки, стрессы и любые потрясения, она в саму точку. Драк, мы полчаса уже в эфире, уже очень много, на мой взгляд, полезных, полезняшек, мы услышали вопросов таких прикладных, актуальных, единственное, жаль, конечно, что не все могут себе позволить, даже участники марафона, все это слушать, в этом участвовать. Вопрос по детским программам, это вот, я с этим столкнулся, тоже в самом начале, звонит мама, там чуть ли не ночью, маленький ребенок съел целую банку детских витаминов, вау, ну, знаете, как старые стереотипы, это вот, когда, представляете, поливитаминов, если бы ребенок банку съел, то реанимация, наверное, я не знаю, Александр, наверное, расскажет, а что будет, ну, что будет, по письме золотистой мочой, как наши врачи тогда отвечают, хорошо похакает, и деньги вы потратили, как бы лучше, Александр, можно что-то, детские программы, что у нас есть, может быть, что-то максимально эффективное, смотрите, ну, вот, есть продукты, там, спирулина, хлорела, там, витамины, оно все абсолютно безопасно, потому что это органика, и если ребенок даже съест целую банку папайи, вот у меня внучка, она и в 3, и в 4 года практически всю банку съедала, она вот такую жменью берет, спирулины, хлорелы, она не считает 5 таблеток, 10 таблеток, 15, и прямо в рот, вот, и жует, мы абсолютно спокойны, и с мамой, и с бабушкой, потому что у нее просто зеленые какашки, грубо говоря, ребенок чувствует себя великолепно, тоже касается витамина, то есть если ваш ребенок кушает, ну, вот, органическое, да, и аминокислоты, и жиры, тот же омега-3, то есть оно никак не отразится, потому что все, что лишний организм выводит через кал и мочу, вот, то, что касается антипаразитарных продуктов, то тут нужно подбирать, соответственно, возраст и дозировки, поэтому, ну, детские программы, как от возраста и от веса ребенка, там, если нужно будет, то можно будет дополнительно дать информацию, просто это тема такая, ее надо разбираться и расшифровывать, суть такая. Суть, на мой взгляд, такая, что если органика, то лишнее, лишнее просто все выведется, извините, правильно я понимаю? Да, и, кстати, дополню, вот караму равеного дерева, у нас внучка может съесть и 20 капсул, и 25 и 30, вообще, потому что, когда острая ситуация, пьются большие дозировки антипаразитарных продуктов, то есть, абсолютно норма, потому что абсолютно безопасно, и нет побочных эффектов, поэтому не переживайте. Природные средства, природные результаты. Окей, есть вопрос по правильному использованию воды, как ее разводить, это вопрос, мне кажется, вот наша таблица умножения, это то, что должны знать не только врачи, каждый новый компаньон наш, потому что стать министром управления, министром здравоохранения собственной семьи, мне кажется, это не абстрактный термин в нашем клубе. Александр, что с водой? Как правильно? Какие-то комментарии сказали? Смотрите, приведу пример этого фитнес-клуба или спортивного зала. В зал приходят тренироваться разные люди, кто-то уже в форме, а кто-то с лишним весом. И понятно, что тренер, он дает задание, чтобы человек, ну как, не слег, после тренировки не упал, и градом не катился, потом подбирает, тем более, смотрите, сейчас объясню, то есть, если человек с лишним весом, то понятно, он дольше будет тренироваться, чем тот, который более-менее атлетический, у этого человека больше идут результаты. Поэтому, что касается воды, если вы пьете достаточное количество воды, то на полтора литра бросить один пакетик Коралл Майн, пить в течение дня, и приучать себя выходить на свою норму воды, 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Я не сторонник фанатизма, что вот именно каждый день там вот свою норму, какой-то день чуть больше, когда нагрузки, какой-то день чуть меньше, вы отдыхаете, то есть, прислушивайтесь к своему организму, потому что в любом случае, оно как идет плавная, такая кривая. Я рекомендую пить больше воды, когда нагрузки, физические, нервные, климатические, не знаю, там, где идет расход воды очень большой при нагрузках. Или человек приболел или болеет, это да. Дальше, если вы уже пьете с Коралл Майн, то можете на меньший объем воды бросать, на литр пакетик, на пол-литра, на стакан, потому что уже практически большая масса токсинов и ядов промылась за какое-то время, и вы можете более концентрированный. Для начинающих лучше на полтора, например, Коралл Майн. Если H500, продолжать мне про H500 или про токан? Или пока про Коралл Майн достаточно? Ну, это про Коралл Майн, у нас есть коктейль президента, но не все знают об этом. Можно что-то, вот, практически какие-то наработки, может, результаты у кого-то есть. Александр, что насчет коктейлей всяких? Коктейль президента рекомендует для подготовленных людей, он имеет мощный энергетический заряд детоксик. Если почки, печень, ну, как высохшие или там не в полную меру, да, работают в связи с образом жизни, то лучше их подготовить. Если более-менее подготовлены, то все смешивается. Фильтр Коралл Майн, H500, одна, две, три капсулки, как вы там, и пентакана одну. Вот, все вместе, это является президентским коктейлем. Его можно приготовить вечером и закрыть в стеклянной баночке с крышкой, чтобы не было прослойки воздуха. Вот, за ночь он настаивается, приобретает все свои полезные свойства. Можно сделать сразу, если нет времени, вы путешествуете, много работаете, сделали и пьете. Он, получается, этот коктейль, он создает синергию всех самых мощных свойств воды. Коралл Майн, все полезные свойства, H500, энергию, щелочную структуру, пентакан, калий и энергетику. Вот это энергетический коктейль, я его так назову, он дает мощнейшую бодрость, очищение и усиливает функцию мозга, зрения, сердца, сосудов. В общем, это просто, я не знаю, нет такого санатория в мире, который бы заменил президентский коктейль. Тот самый вау-эффект, да? Да, вау-эффект. Многие спрашивают вообще, что это такое, откуда взялось название. Так вот, если кто-то не знает еще, наш президент, который постоянно пересекает часовые пояса, я не знаю, наверное, столько, сколько он, никто по миру не летает. Вот это он поделился этим рецептом, он пьет так. Но это не значит, что все должны делать именно так. Я попробовал, как сказать, чтобы не офигел, короче, ну понимаете, да, от результата. Реально, выпиваешь стакан такой воды, вау-эффект. Вот вам вау-эффект. Про воду перед сном, такая тоже важная тема. Мне кажется, здесь хорошо было бы сказать, и про перед едой, там, после еды. Хорошо, я понял. Можно немножко? Смотрите, есть физиология пищеварения, и очень важно правильно пить воду. Ну что значит правильно? Не нарушать пищеварение, не сбивать вот этот производственный цех, да, то есть идет по отсекам, там, ротовая полость, пищевод, желудок, тонкие, толстые кишечки. Потому что каждый отсек захлопывается, есть такие круговые мышцы, сфинктер, они закрывают, потому что нужно, чтобы все четко было слажено, пошагово переваривалась пища и продвигалась. Поэтому вода пьется только на желудок, когда он пустой, в нем ничего нету, ни крошки никакой, ни напитка, ни перекуса, потому что как только в желудке есть что-то, вода, которая попала в желудок, она уже смешивается, это получается раствор, не вода. Это первое. Есть физиология желудка. Очень-очень важный момент, практически, может, для кого-то это будет впервые услышанная информация. Желудок, когда в нем находится пища или вот уже человек собирается, в нем выделяется соляная кислота, вы это все знаете, для переваривания, для дезинфекции и становится по H2,5,3, то есть очень кислая среда, желудочный сок, это все связано с правильным пищеварением, с физиологией. Есть такой физиологический момент, если мы не кушаем и не думаем о еде, и перед нами нет еды, то там практически нейтральная среда, 6,9,7, соляная кислота в этот момент не выделяется, и когда вы пьете воду, вода не воспринимается как еда, она проходит через желудок и не задерживается, но если в желудке есть еда или напиток, то вода задерживается на часы, так она проходит за 15 минут, если теплая вода, то за 10 минут из желудка в тонкий кишечник, это очень важный физиологический момент, если этим пренебрегать, то идут заболевания и желудка, и тонкого кишечника, и поджелудочного, и толстого, так доступно, понятно, то, что я объяснил. Это вот как раз вопрос, почему мы пьем, помните, а компот, я не знаю, кто это придумает, кто делает, так вот, после еды пить нельзя, я жил с йогами в Ришикеши долгое время, и там у них все просто, до еды вода разжигает огонь пищеварения, во время еды усиливает, после еды убивает, вот просто в принципе, там все остальное, и был еще вопрос насчет вода на ночь, при сном, на какое время, там какое количество, есть рекомендации врачей? Обычно вот хватает два, два с половиной часа, ну возьмем три, чтобы почки отфильтровали ту воду, которую выпили, если вы начинающий, я вам не рекомендую напиваться воды на ночь, потому что ночью придется вставать в туалет, если вы тренированный, подготовленный организм, то за два, за три часа можно выпить, если вам очень хочется воды, то несколько глотков, очень хорошо, с пентаканом, он с витамином С, ну вот из моей практики прекрасно пару глотками утоляет жажду, и нету объема такого большого, чтобы ночью не ходить в туалет, но вечером нежелательно, обычно, вот я рекомендую, как воду пить, с утра очень хороший процент воды от 30 до 50%, вот для начинающих где-то 30% своей дневной нормы, вот продвинутым до 50%, вот, вот, а потом 50% до вечера, вот, и на вечер остается там буквально там несколько процентов, это самый лучший расклад питья по количеству воды, почему? Потому что именно утром вода запускает весь организм, она является внутренним душем, та вода, которая с Коралл-Майнсэй-900 с Пентаканом, она обладает мощными, самыми мощными в мире детоксикационными, очищающими функциями, и вы, когда пьете, вы принимаете душ для внутренних органов, они промываются, самый длинный орган кишечник 13 метров, печень 2-1,5-2 килограмма нужно промыть, поджелудочную и так далее, да, это все промывается утренним питьем до первого приема пищи, очень важно до первого приема, потому что за ночь в кишечнике особенно и в крови, и в лимфе скапливается токсинный яд, человек не пьет, не кушает, лежит, да, обездвиженный, оно все там копится, вот это все токсическое, да, загрязнители, токсители, токсические вещества, и вот именно утренняя вот эта порция, ну, минимум то 3 стакана, то 3 куручки, ну, с коротким интервалом, это доказано физиологами мира, вот именно утренняя печень воды и древние практики это же подтверждают, то есть люди, которые чем-то серьезным занимаются энергетикой, они обычно половину дневной нормы выпивают до завтрака, до утра, на кто встает. Я этого не знал, совпала практика древних, да, и просто я... Толкнулись, ребят, мы 40 минут на брифинге, давайте, вот есть вопрос еще от Ольги Яковчук, и на этом мы, наверное, наш брифинг будем заканчивать, есть возможность общаться в чате. Ольга Яковчук, пожалуйста, можно включить микрофон? Слышно меня? Да, слышно. потому что я недавно здесь, ну, может, вы где-то говорили, я не слышала, про то, накрывать воду, или просто, потому что я видела, что ткань накрывает, красить, да, а вы говорили, что закрыть банку так нормально, вот, и у меня непонятно, как воду, закрывать стоит или не стоит? Я услышал ваш вопрос. Просто прикрыть ее, там может быть отверстие днем, это я говорил за президентский коктейль, за президентский вот этот рецепт, там именно крышка нужно на ночь накрыть, но это как, так как нам, да, дали информацию президента, вот разработчиков, вот так обычно вода просто накрытая, чтобы пыль не попадала в кувшин или в бутылку, я думала, что на пыль стеклянная или керамическая, то можно ее закрывать, потому что пластмассовый, смотря какой пластик, в общем, в дорогу, конечно, закрытая, да. Ну не стоит капроновой крышкой закрывать, а то я так... Нет, капроновой нет, лучше натуральные материалы, стекло, керамика, либо пластик, который специальный, безопасный. За 16 часов, говорил Рольф Эриксон, тоже лично, антиоксидантный эффект из воды полностью исчезает, то есть компоненты все остаются, а вот этот антиоксидантный эффект, который именно вау-эффекты создает, в принципе, в большинстве случаев, он исчезает максимум за 16 часов, и чем больше мы изолируем нашу воду от окружающей среды, тем лучше. Стеклянная бутылка, спасибо, отдельный акцент, если вы пользуетесь бутылками из-под воды, то два-три раза и надо менять эти бутылки, потому что, ну понимаете. Ребят, спасибо всем, как бы, я думаю, много полезного, что-то услышали, запомнили, записали, спасибо за вопросы, очень толковые, я считаю, по делу, и спасибо отдельно, Александр Николаевич Лученко, спасибо за ответы профессиональные, продолжаем, у нас продолжается марафон, точнее, только начинается, можете по 12-бальной системе оценить в чате, насколько полезна была сегодняшняя встреча, мои аплодисменты, желаем всем здравия, Александр Лученко. Благодарю всех, да, кстати, очень толковые вопросы были, мне очень приятно было отвечать, вы знаете, когда вот окружение мудрое, здравомыслящее, то намного хочется больше отдать, чем в другом случае, поэтому мне было очень приятно отвечать, общаться, и, наверное, вы согласитесь, что время просто пролетело, потому что было действительно очень интересно и полезно в самом деле. Ну, сейчас Ава Мария нужна, короче, знаете, наша знаменитая музыка. Да, если у кого-то под рукой техподдержка моя, да, если есть Ава Мария, поставьте, потому что у меня тут компьютер, я чуть-чуть его перетрубация пошла. Спасибо большое. Надо как минимум иметь допуск, да? Сейчас посмотрим. У кого есть время, ну, побудьте еще немножко, пожалуйста. Спасибо. Наше чудо, это реальное чудо, и не случайно, что это чудо не происходит. Михаил, я уже включала. А, включила, да? Да. Чтобы мы дружного не перебивали. Все, выхожу тогда. Всем здоровья, удачи, успеха, процветания. Вода ваш самый главный помощник. Помните, любите его, это существо, да, живое, и будьте всегда в ней, каждый день, через всю жизнь. еще есть пару минут, можно в чате переписываться, поделиться впечатлениями, выводами главных. удачи. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok